Итак, мы переходим ко второму принципу Solid, который трактуется как Open-Closed Principle, или сокращенно просто OCP. Его основная формулировка читается как A module should be open for extension, but closed for modification, что по-русски переводится как модуль должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения. Сразу скажу, что в данной формулировке слово модуль может включать в себя любые отдельные программные элементы, например методы, классы, функции, все что угодно, и поэтому данную формулировку для лучшего восприятия в принципе можно переписать и так, для класса. То есть здесь вообще нет никакой разницы, все то же самое как и в первом принципе. Итак, если мы хотим создать простой в обслуживании класс или модуль, он должен иметь две важные характеристики. Первое, это он должен быть открыт для расширения, и второе, закрыт для модификации. Чтобы выразить это более конкретно, давайте сначала разберемся, что значит открыт и что значит закрыт. И давайте начнем с открытости. Итак, модуль, ну либо класс, либо функция называется открытым, если он все еще доступен для расширения. Например, должна быть возможность расширить набор операций или добавить поле в свои структуры данных. Так что особо ничего сложного в том, чтобы быть открытым, у класса нет. Нам надо просто убедиться, что наш класс расширяемый. Более интересная ситуация происходит с закрытостью. Модуль или класс считается закрытым, если он уже доступен для использования другим модулям. Это предполагает, что модуль получил четкое, стабильное, зафиксированное описание. И под описанием тут я подразумеваю его публичный интерфейс, то есть поведение. Насколько ваш модуль хорошо документирован. На уровне реализации закрытие для модуля также подразумевает, что вы можете его скомпилировать, возможно сохранить библиотеки и сделать его доступным для использования всему миру. Таким образом, модуль считается закрытым, если он может использоваться другими модулями. И чтобы выполнить этот критерий, модуль должен быть хорошо документирован, то есть иметь четкое, стабильное описание. И кроме того, закрытые классы могут быть скомпилированы и выпущены уже как отдельные библиотеки. Итак, какие выводы мы можем сделать? В общем, как только вы предоставляете ваш модуль или класс всему миру, вы больше не должны менять реализацию вашего модуля, но должны предоставить возможность любому программисту наследоваться от вашего модуля или класса и позволить ему расширять его. Хорошим примером могут послужить закрытые классы Apple. Вот вы когда-нибудь пытались зайти туда и что-то там изменить? Xcode сразу вам сообщал, что данный класс закрыт, менять его не стоит. Это и есть закрытость. Интерфейсы привычны нам, поэтому они незаменимы. Мы пользуемся ими каждый день, зная наизусть названия методов и свойств. Но представьте, если бы названия или выходные параметры у методов менялись с каждым обновлением. Смогли бы мы их помнить? Вряд ли, но это даже не самое страшное. Что было бы с многочисленными проектами по всему миру, если бы внезапно инженеры от Apple решили, что свойства BackgroundColor класса UIview чересчур длинны и заменили бы его на BGColor, поставив всех перед фактом с очередным обновлением. Страшно представить, в скольких местах придется менять код, чтобы просто скомпилировать проект. Но все-таки после долгих правок проекты должны скомпилироваться. А что если данный метод просто изменит свое поведение еще раз, начав работать совершенно неожиданным образом? Такими ужасными последствиями может обернуться нарушение закрытости. Или вот еще один пример данного принципа, но уже в реальной жизни. Вот возьмите ваши мобильные телефоны. Каждый телефон оснащен некими функциями, да, уже изначально. То есть у него есть камера, он может звонить, мы можем набирать текстовые сообщения и отправлять их другим людям. И все такое. И как бы все телефоны имеют магазины приложений, например App Store, да, если у вас iPhone. И эти магазины приложений официально говоря позволяют расширить нам базовую функциональность телефона. Потому что что мы можем делать через магазины приложений? Мы можем расширить возможности нашего телефона, чтобы позволить нам, например, управлять списком задач, играть в видеоигры, как-то кастомизировать интерфейс, ну как минимум ставить новые обои для рабочего стола, да, вы все это любите делать и я не исключение. И все эти действия, этот механизм, который позволяет вам сделать это, является лишь одним из расширений. Это не означает, что Apple, Google или Microsoft, любая большая компания, они позволили вам изменить исходный код и предложили вам подгрузиться и начать создавать игры и как-то менять интерфейс, да, у их приложений. Нет, конечно, они закрыли для модификации основные функции, например, операционную систему, да, телефона и открывают ее только для расширения. Но давайте вернемся к коду. Смотрите, по факту мы сделали наш модуль, да, или класс, давайте говорить класс и открыли его всему миру. И как бы по определению мы больше не имеем права менять реализацию нашего класса, чтобы у всех клиентов, которые пользуются нашим классом, просто не полетел проект. И при этом мы также говорим, что любой программист, который может использовать наш класс, может от него наследоваться или как-то расширять его. Но как это возможно, что поведение класса может быть изменено без изменения его исходного кода? Как мы можем изменить то, что делает класс, не меняя сам класс? И ответ на эти вопросы являются универсальные шаблоны. В Swift или в любом другом ООП языке можно создать так называемые универсальные шаблоны или другими словами абстракции, которые позволяют вам писать гибкие общего назначения функции и типы, которые могут работать с любыми другими типами с учетом требований, которые вы определили. Тем самым мы можем писать код, который не будет повторяться и будет выражать свой контент в ясной абстрактной форме. Если перевести на английский язык, то в Swift универсальные шаблоны это generics. И я думаю, что вы все хотя бы слышали о generics в Swift, что с ними можно делать, что на самом деле это не самая легкая тема в программировании, но это очень мощный инструмент и прямая дорога ваше светлое будущее. И сейчас я вам объясню, почему это так. Но для начала скажу, что на самом деле вы используете универсальный код все время, даже если вы этого не осознаете. Например, коллекции в Swift, такие как Array или Dictionary являются универсальными. То есть под капотом они написаны с использованием generics, потому что мы можем создать массив, который содержит значение типа int, или массив, который содержит значение типа string, или на самом деле любой другой массив, который может содержать любой другой тип. Аналогично мы создаем словарь, который может содержать значения разных типов. Нет никакого ограничения по типу хранящихся значений. Ну что ж, теперь немного про сами generics. Generics это одна из самых мощных особенностей Swift, но только если использовать ее правильно. И большая часть всех библиотек Swift, она построена на основе универсального кода или generics. И как я уже говорил на примере массива или dictionary, одна из причин, по которой многие библиотеки заполнены синтаксисом generics, она заключается именно в том, что это упрощает адаптацию их библиотек. Потому что generics позволяют вам использовать ваши собственные типы, а это означает, что вы не привязаны к определенной системе набора, то есть вообще никак. От слова совсем. И чтобы освежить вашу память, напомню вам синтаксис generics. То есть выглядит это вот таким образом, на примере какой-то функции. Об этом я буду вам рассказывать на следующих уроках, когда буду приводить примеры. То есть еще раз, перед тем, как с вами попрощаться, давайте я вам еще раз напомню, зачем мы будем использовать generics во втором принципе. То есть в принципе открытости и закрытости. Это связано с тем, что использование generics отвечает на вопрос, как это возможно, что поведение класса может быть изменено без изменения его исходного кода. Это говорит о том, что мы изначально должны писать такой класс, предусматривать такую ситуацию, что, допустим, наш пользователь захочет использовать наш класс каким-то другим типом данных, допустим, как с каким-то своим. И с помощью generics мы это сможем сделать. Потому что если мы в классе используем generics, то тогда при правильном использовании наш класс может принимать любой тип данных. То есть любой каприз программиста, который будет пользоваться нашим классом в будущем. Короче говоря, принцип открытости и закрытости позволяет строить систему таким образом, чтобы ее было легко масштабировать в будущем, не затрагивая при этом функциональность уже существующих частей. При этом, знаете, не всегда есть необходимость пытаться предусматривать все заранее. Данный принцип не стоит воспринимать прямо критично, близко к сердцу, и создавать теперь классы и функции с универсальными типами везде, где это только возможно. Наиболее правильная рекомендация это создать универсальные типы или дженерики, только если уже в данный момент понятно, что класс будет нуждаться в расширении. Но это все также приходит с опытом. Например, в каких-то ситуациях сразу понятно, что в будущем этот класс должен будет поддерживать все типы данные любые, а про какой-то заранее так сказать нельзя. Но опять же, в примерах на следующих уроках мы все ситуации рассмотрим. Я покажу вам, как использовать принцип открытости и закрытости на практике. Так что я жду вас всех на следующем уроке.